Довольно грамотный человек, у неё очень приятно поставлена речь. Единственное, что, скорее всего, вот эти вещи, которые она говорит, она заранее себе где-то записывает на листочке, потому что в жизни она так и не разговаривает. Она где-то шучит, где-то безумно себя ведёт. Но вот такие вот интересные вещи, над которыми сегодня все посмеялись, она не выдаёт. Я думаю, что так же неосознанно она выходит в прямой эфир с голой пиздой и исполняет. Весь прямой эфир я не видела, но я видела скриншоты, ну и видно, что это не фотошоп. Просто этот человек в жизни так не разговаривает ни с кем, никак не отзывается. Это вот как есть у нас персонаж из нашего сезона, не будем уже её трогать, у неё и так куча проблем. Вот так же, в лицо она всегда говорит, что всё классно, всё круто, вы все молодцы, всё супер, спасибо, что поддержали и так далее. Вот так же и Лиза. С ней в жизни, когда общаешься, она нормальный, адекватный человек. Она прекрасно знает, с какого сезона Крис. Ну, то есть уже сто раз это обсуждалось. И на PVP-арене она говорит, вот Крис с штрефом, та, что с дредами. Ну, то есть понятно, что Лиза понимает, о ком идёт речь. Мы сидели очень долго, общались. И тем не менее, вот такую чушь она порет. Но я так думаю, что Лиза просто это говорит в силу поддержания своего образа. И вот она придумала несколько шуточек и подумала, дай-ка я блесну ими выйду. Поэтому ничего страшного, Лизская звезда, поэтому у неё обязательно должен быть звёздный час. Лиза, мы тебя поздравляем, это был именно он. Круто, если охваты поднялись, можешь поблагодарить нас. Ну, точнее Крис Шерстон. Да, это так, на всякий случай, этого, возможно, ты не знаешь. На процент отстегни хоть. Да. На твой вебкам, а-ля инстаграм окей, мы не будем заходить. Нам это неинтересно. Вебкам. Нас это немного не возбуждает, не заводит. Хотя, я не знаю, может быть... Когда не хватило на вебку, но есть инстаграм. Возможно, Крис Шерстон заинтересуется твоими умениями. Мне кажется, фанфики надо писать про Крис Шерстон. Это какой-то аноним, блядь. Я просто вот недавно услышала ещё о Лизе информацию от своего фотографа. И, честно, мне очень не понравилось. Вот она повела себя абсолютно так же, как она ведёт себя с девчонками, с пациентами, о ком она нелестно отзывается. Хотя, на самом деле, вся работа фотографа, которая не смотрела, она хорошо. И Лизе якобы всё понравилось. А потом вот она вот так взошла в прямой эфир, начала парафинить его работы. Мне это непонятно. Если ты недовольна работой, ты можешь сказать об этом фотографу, можешь внести кучу правок. Он сделает так, чтобы тебе работа понравилась. Но сначала выходить в сторис там, ставить эти фотографии себе везде, а потом поступать иначе. Нехорошо, нехорошо. Это как подкатывать ко мне на пи-пи-арене, что ты уже в один момент ей сказала, Лиза, блядь, шутки шутками, ну, слушай, давай завязывай. А потом выйти в эфир и скажешь, что я там пиздац, я гласность, блядь. Дай скажу, я же знаю, что это вырежет. Цвет хороший, щель видно, слава богу. Лизочка, пожалуйста, погугли моих бывших и мою нынешнюю. Ну, не твой уровень, дорогой, а уж явно это не в моём вкусе, честно. Пока. Так она вроде бы и говорит, что Лаура Альбертовна к ней подкатывает. Да, да. Лаура Альбертовна, наверное, на её эфир зашла, где она с голой пиздой. И там, наверное, тоже что-то написала. Либо фан-аккаунт какой-то написал, и тут ей почудилось, что Лаура Альбертовна её хочет. Ну, блядь, она на пи-пи-арену пришла с сумочкой, с сумочки чекушка с коньяком. Ну, чё смеяться, у неё есть стакан. Да, Лиза, мне кажется, просто очень много пьёт, поэтому у неё свистит фляга, которую она берёт всегда с собой и пьёт. Интересный человек. Нет, персонаж, она довольно интересная, это правда. Да, может, это... Да, ну, что-то она... Заигрывается, да, и боюсь, что в конце концов она останется без друзей, близких, без семьи, если так пиздеть. У неё что же с Макеевской, да, там что-то такое было? Нет, дружит она. Ну, чё-то там летала, чё-то... Диана больше не дружит с Лизой. Ну, короче, я как и видела какие-то записи, я так думаю, что были ситуации какие-то похожие, может, ей дают какие-то сомнительные рекламы после поднятия хватов, я не знаю. Так, мы покакали, да? Мы покакали. Это тоже вырежете обязательно. Дай, скажи... Я уже знаю, что это вырежут. Цвет хороший. Щель видно, слава богу. Лизочка, пожалуйста, погугли моих бывших и мою нынешнюю. Ну, не твой уровень, дорогой. Уж явно это не в моём вкусе, честно. Как? Так она вроде бы и говорит, что Лаура Альбертовна к ней подкатывает. Да, да. Лаура Альбертовна, наверное, на её эфир зашла, где она с голой пиздой. И там, наверное, тоже что-то написала. Либо фан-аккаунт какой-то написала, и тут ей подчудилось, что Лаура Альбертовна её хочет. Да, у него даже не было такого, она просто...